В начале 2004 года американские учёные заявили об открытии века. Изобретён универсальный заменитель человеческой крови. Это известие за считанные часы облетело весь мир. Но мало кто знал, что у американского ноу-хау есть предшественники. Один из них, Перфтаран, был создан ещё 20 лет тому назад в биофизической лаборатории подмосковного города Пущино. Его создание – трагическая страница в истории российской науки. Обыск на даче Белоярцева следственная группа из органов должна была проводить в присутствии хозяина. На даче предполагали найти украденный спирт и присвоенные деньги. Кстати, и сама дача в деле фигурировала как дом, построенный на ворованные средства. А какой там дом? Старая деревянная постройка. На обыск Белоярцеву разрешили ехать в собственной машине. Всё-таки не уголовник какой-нибудь, а профессор. Обыск длился два часа. В результате, конечно же, не нашли ничего. Феликс Фёдорович попросил разрешения заночевать на даче. Следователи не возражали. Утром тело Белоярцева обнаружил сторож дачного посёлка. А через несколько дней друг Белоярцева Борис Стретьяк получил от него письмо, отправленное накануне самоубийства. «Я не могу больше жить в атмосфере этой клеветы и предательства некоторых сотрудников». Из истории вопроса. В древности кровь считалась лечебным средством, но её не переливали, а давали пить. В трудах Гиппократа встречается упоминание о применении крови здоровых людей для лечения больных. Такое лечение кровью практиковалось вплоть до средних веков. В 1492 году папе Иннокентию, страдавшему от многочисленных болезней, дали выпить кровь трёх десятилетних мальчиков. Лечение не помогло. Понтифик умер вслед за обескровленными детьми, принесёнными ему в жертву. В 1979 году вице-президент Академии наук СССР Юрий Овчинников поручил директору Института теоретической и экспериментальной биофизики Генриху Иваницкому заняться созданием универсального кровезаменителя – синтетической крови. Академия наук пообещала Институту Иваницкого любую помощь. К проекту подключили биофизиков, биохимиков и клиницистов, а также химиков из школы-академика Ивана Кнунянца. Для этого проекта на базе Института была создана специальная лаборатория биофизики. В том же 1979 году в лаборатории появился новый сотрудник – профессор-доктор медицинских наук Феликс Белоярцев. Иваницкий и Белоярцев немедленно приступили к разработке нового препарата. Впервые об универсальном заменителе крови советские биохимики задумались ещё в 40-х годах. Сразу же после Великой Отечественной войны опыт военно-полевой хирургии показал, что количество жертв от кровопотери сопоставимо с количеством жертв от смертельных ранений. Справка. В организме человека примерно 5 литров крови. Катастрофической считается потеря 3 литров. При обильном кровотечении у пострадавшего есть не более 20 минут до финишной черты, за которой уже нет никакой надежды. В 70-е годы, в самый разгар холодной войны, когда мир, возможно, стоял на пороге ядерной катастрофы, проблема создания универсального заменителя крови вновь стала достаточно острой. Ведь в любой войне и в экстремальных ситуациях жизнь уцелевшего в первые секунды населения зависит от запасов донорской крови. Очень быстро выяснилось, что в экстремальных ситуациях не хватает донорской крови, в связи с тем, что это, во-первых, требует времени на определение группы крови, совместимо она или несовместимо будет с пострадавшим, а, во-вторых, требуются большие объемы. Прок донорской крови готовить трудно, потому что это, как любой биологический препарат, имеет ограниченный срок годности. Поэтому была поставлена задача, вообще во всем мире она стояла, сделать нечто, что можно было бы, чтобы это нечто заменило хотя бы одну из главных функций крови – газотранспорт. В начале 70-х годов более 40 различных мировых ферм взялись за разработку безопасных кровезаменителей. Первыми о своих успехах заявили японские ученые. Справка. У крови есть три главные функции. Первая – защитная. Это заживление ран, а также система свой-чужой, которая распознает чужеродный белок. Вторая – регуляторная. Это сохранение гормонального баланса организма и терморегуляция. Третья функция – транспортно-энергетическая. Это перенос питательных веществ и кислорода внутрь организма и вынос отходов к фильтрующим органам. Транспортно-энергетическая функция крови стала настоящим камнем преткновения для ученых. С одной стороны, кровезаменитель должен был эффективно переносить кислород. Значит, его нужно было создавать на основе гемоглобина. Потому что именно гемоглобин, который содержится в эритроцитах, является переносчиком кислорода. Но искусственный эритроцит создать невозможно. А гемоглобин без оболочки работает плохо и дает массу побочных эффектов. Охранная система тут же распознает чужеродное вещество и начинает его уничтожать. Где выход? Как выполнить два условия, противоречащих друг другу? Группа японских ученых под руководством доктора Наита решила использовать для кровезаменителя неорганический носитель – перфторуглерод. В то время о фантастических свойствах перфторуглеродов уже говорил весь мир. Знаменитый химик Джозеф Саймонс называл их веществами с алмазным сердцем. Биологи восхищались химической устойчивостью перфторуглеродов и их способностью растворять газы. В 1974 году кровезаменитель флюазол-ДА на основе жидкого перфторуглерода увидел свет. Через пять лет его разрешили вводить людям. А в 1982 году он поступил в широкую продажу. И вот тут-то разгорелся громкий скандал. Во время клинических испытаний японского препарата в США выяснилось, что в 35% случаев из 100 наблюдается реактогенность, то есть ответ иммунной системы пациента на введение препарата. Японских ученых обвинили в фальсификации данных, так как они заявляли, что реактогенность препарата возможна не более чем в 5% случаев. Пройдет много лет, прежде чем ученые обнаружат, что чувствительность людей монголоидной расы перфторуглеродным препаратом гораздо ниже, чем у европейцев и белых жителей США. Но в 1982 году наука еще не располагала этими данными, и флюазол ДА был запрещен. Из истории вопроса. Кровь – совсем особый сок, говорил бетопский мефистофель. Европейские врачи Средневековья так не считали и кровью не дорожили. Кровопускание считалось лекарством от всех болезней и широко практиковалось вплоть до конца XVIII века. Людовику XIII в последние 10 месяцев его жизни 47 раз пускали кровь. Гениальный итальянский художник Рафаэль стал жертвой именно такого лечения. В то время как в США кипели страсти вокруг японского флюазола, впущено вовсю шло испытание нового препарата. Правда, пока опыта проводили только на животных. Во дворе института уже бегала собака, у которой 70% крови было заменено на синтетическую эмульсию. Более того, собака не просто бегала, она вовсю радовалась жизни и даже принесла щенков. Новый препарат, разработанный Белоярцевым и Иваницким, получил официальное название перфторан, но неофициально его называли «голубая кровь» за специфический цвет этой эмульсии, созданный на основе перфторуглеродов. Первое желание было повторить японцев, посмотреть, что же у них получилось, почему у них дальше работа не идет. Оказалось, что они ошиблись в двух пунктах. Они плохо подобрали композицию, то есть один перфторуглерод у них был хороший, но он очень быстро выводился из организма. А то, что быстро выводится, как правило, приводит к обычным последствиям. И кроме того, он должен проработать какое-то количество времени при крови потери, для того, чтобы костный мозг успел наработать уже собственную кровь организма. Тогда уже можно постепенно заместить эту искусственную субстанцию, которая введена в кровоток, естественной кровью организма, который сам эту операцию выполнит, операцию замещения. Ну и надо было подобрать новый перфторуглерод, который бы... Новую композицию. Для этого надо было синтезировать новый перфторуглерод. За какое-то количество экспериментов стало ясно, что должно быть новое. И тогда химики из лаборатории Кнунянца, там Гервитт, Макаров, там много их работало, они сделали новый перфторуглерод, который еще в мире не существовал. Перфторан, как и японский флюазол, содержал два разных компонента, но только один из них был такой же, как в японской синтетической крови. Изменения дали фантастический результат. Токсичность препарата снизилась на целых 15%, а эффективность так называемого кислородного транспорта возросла в полтора раза. То есть перфторан в полтора раза эффективнее флюазола снабжал органы и ткани кислородом. После 6 тысяч опытов на животных Белоярцев и Иваницкий получили разрешение испытать перфторан на людях. 26 февраля 1984 года началась первая фаза клинических испытаний перфторана. Японский флюазол к тому моменту уже был снят с производства, а исследования американских ученых по разработке аналогичных препаратов зашли в тупик. Американцы не смогли подобрать нужную композицию составляющих материалов и создать оптимальный для композиции размер частиц. Дело в том, что любой кровезаменитель должен был отвечать ряду условий. Во-первых, конечно же, быть медицински безопасным. Во-вторых, не влиять на иммунную защиту организму. В-третьих, эффективно снабжать ткани кислородом. Все перфторуглеродные кровезаменители в равной мере успешно справлялись с этими тремя условиями. Но было еще и четвертое. Препарат должен быстро выводиться из организма. Преследуя эту четвертую цель, американские ученые готовили перфторуглеродную эмульсию из крупных капель. Чем капли крупнее, тем они заметнее для чистильщиков крови макрофагов. Однако, если капли быстро выводятся из кровотока, то они не успевают выполнить свою функцию газопереноса и бесполезно оседают в тканях организма. Слипаются. Животные, на которых проводились эксперименты, погибали либо от ишемии, либо от многочисленных побочных эффектов. А в лаборатории Белоярцева эмульсию готовили из мелких частиц. Эти капли по размеру были меньше эритроцитов. И, соответственно, могли пролезть через любые, даже самые тонкие капилляры. Справка. Размер эритроцитов и их способность к деформации позволяют красным кровяным тельцам протискиваться через капилляры диаметром менее 3 микрометров. Это 0,003 доли миллиметра. В процессе работы над голубой кровью Белоярцев и Иваницкий выяснили, что размер частиц влияет также на иммунный ответ организма. Чем крупнее частицы, тем быстрее включается механизм свой-чужой. А вот мелкие капли охранная сигнализация не распознает. Но платой за все эти преимущества перфторана перед зарубежными аналогами было то, что он выводился из организма гораздо медленнее. И оседал в печени. Пройдет несколько лет, прежде чем ученые заметят, это побочное действие перфторана на самом деле достоинство препарата, а не его недостаток. С помощью перфторуглерода в печени происходит синтез химических веществ, что способствует очищению ее от шлаков. А это означает, что голубая кровь может лечить цирроз печени и гепатит. Из истории вопроса. Первое успешное переливание крови провел лондонский анатом Ричард Лоуэр. В 1666 году он выпустил из шейной вены собаки почти всю кровь. Довел ее до судорог, а потом ввел ей кровь другой собаке. Через несколько часов хвостатая пациентка пришла в себя. В том же году французский исследователь Жан-Батис Дени повторил опыт Лоуэра. А потом он рискнул испробовать этот метод и на людях. 15 июня 1667 года Жан-Батис Дени ввел больному, страдавшему лихорадкой, 9 унций крови ягненка. Лечение было успешным, и Дени продолжил эксперименты. Но четвертая гемотрансфузия закончилась смертью пациента. Переливания крови человеку были прекращены почти на 100 лет. 15 марта 1985 года фармкомитет СССР дал разрешение на проведение второй фазы клинических испытаний кровезаменителя Перфторана. Эта работа была выдвинута на соискание государственной премии СССР. И тут вдруг начались чудеса. Пущинской лабораторией биофизики заинтересовалась Генеральная прокуратура и КГБ. Против Феликса Белоярцева было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в том, что он испытывает на людях препарат, официально не зарегистрированный Минздравом. Белоярцев не стал отрицать. Да, такие случаи были. Как раз возникла история с девочкой. Она попала под троллейбус, ее спривезли, была кровопотеря крови, но по ошибке влили кровь. Кажется, той же группы, но с другим резус-фактором. У нее началась иммунная несовместимость, и нужно было срочно вводить что-то, чтобы поддержать ее на период, пока не подыщет индивидуального донора. И Михельсон позвонил Белоярцеву, говорит, слушай, здесь надо девочку спасать. Он говорит, что у меня еще препарат, не зарегистрированный фармкомитет, не проходил никаких соответствующих инстанций. Он говорит, что сейчас не до этого, потому что там осталось несколько часов. Он тогда прямо здесь взял банку, которую мы работали в лабораторных условиях, на своей машине, поехал к Михельсону, перелили, и, в общем, девочка жива. Но это было первое применение, еще не санкционирование. Конечно, это была уголовщина, если так по большому способу посмотреть, так сказать, широких позиций, потому что, в принципе, непроверенные препараты использовать нельзя. Но на свой страх и риск, конечно, Белоярцев это сделал. И, может быть, правильно, потому что все-таки в клятве Гиппократа главное – спасай больного, а уже потом, так сказать, думай о последствиях. Чуть позже, уже после того, как фармкомитет дал разрешение на клинические испытания, перфторан был использован в Афганистане во время военного конфликта. Однако военный врач, полковник Виктор Мороз, делал это на свой страх и риск, хотя и с разрешения Белоярцева. Потому что полевые госпитали Афганистана не входили в список клинических учреждений, предложенных фармкомитетом. Виктор Мороз вез перфторан в Афганистан в пластмассовых сосудах, а не в стеклянных ампулах. На тот случай, если бы пришлось прыгать с парашютом. Здесь тоже оказалось два нарушения. Первое – замена тары. И второе было нарушение, что это как бы партизанским способом включили в исследование, которое поручил фармкомитет, организацию, которая в списке не была указана. Все эти истории легли в основу уголовного дела против Феликса Белоярцева. Попутно его обвинили в краже газенного спирта на сумму 10 тысяч рублей, в воровстве денег и вымогательстве. Всю осень в институте шли массовые проверки. Сотрудников лаборатории Белоярцева таскали на многочасовые допросы. У Феликса Федоровича устроили несколько обосков. В конце декабря 1985 года Белоярцев не выдержал. Я сначала даже сомневался. Я думал, что это просто какой-то такой криминальный случай. Убили его или еще что-нибудь. Но потом я понял, что просто его довели до смерти. В том плане, что мне потом водитель рассказывал, что ему, когда они уже уезжали, они ему сказали такую фразу, ну ничего, на тебя, может, накопали, достаточно, чтобы тебя посадить. В день похорон Белоярцева Генрих Иваницкий подал протест генеральному прокурору СССР. Он потребовал завести уголовное дело по доведению до самоубийства профессора Белоярцева. В Пущино приехала новая комиссия, которая провела проверку и вынесла заключение. Белоярцев покончил с собой под тяжестью улик. Из истории вопроса. Первое переливание крови от человека к человеку провел в 1818 году английский физиолог и акушер Джеймс Бландал. Он же придумал специальный аппарат для гемотрансфузии. Русские врачи впервые рискнули применить гемотрансфузию в 1832 году. Гражданский генерал, штаб-доктор, а проще говоря, практикующий акушер-гинеколог Андрей Вольф перелил кровь женщине, умиравшей после родов от маточного кровотечения. Женщина выжила и полностью выздоровела. В начале 2004 года американские ученые объявили об открытии мирового значения. Группа биохимиков под руководством профессора Дана Кауфмана из университета Миннесоты изобрела синтетическую кровь. Через несколько месяцев о подобном изобретении сообщили японские ученые. Искусственный кровезаменитель на основе альбумина стал результатом совместной работы специалистов трех японских университетов. Сегодня учеными разных стран мира создано уже примерно полтора десятка кровезаменителей. Синтетическую кровь выращивают из стволовых клеток эмбрионов, создают на основе гемоглобина и альбумина. Британская пластиковая кровь, которую окрестили жидким медом, сделана из полимера полиэтиленгликоля. Американский гемопур – это порошок, который производят из коровьих эритроцитов. А оксицид, внешне похожий на молоко, это комплекс нескольких жидких перфторуглеродов. Однако ни один из этих препаратов не является полноценным заменителем крови, хотя бы потому, что они не способны выводить из организма углекислоту и другие продукты метаболизма. Но полимерная кровь вовсе не должна брать на себя все функции настоящей. Это препарат медицины «Катастроф». Ее главная задача – оказание временной неотложной помощи. Ее главное достоинство – универсальность. Синтетическую кровь не нужно проверять на совместимость. Следовательно, не нужно в экстренных ситуациях тратить время на определение группы крови и резуса. При тяжелых травмах, при обильной кровопотере требуется очень много крови. Запасы донорской, как правило, ограничены. А синтетическую кровь можно производить в любых количествах. Если говорить по большому счету, что сейчас в мире еще пока нет достаточно эффективного газотранспортного кровь заменителя. Причем здесь не надо думать, что перфторан – это заменитель крови. Это не заменитель крови. Вообще кровь заменить человека нельзя, потому что это все равно, что заменить отпечатки пальцев. Но все равно для транспортных катастроф, для многих терапевтических вещей, перфторан на настоящий момент является препарат номер один. Недавно, года два назад или три, вышла книжка специалистов из Кемерово. У них же там проблемы все время с шахтами, взрывы происходят. И там они службу безопасности очень широко стали это использовать. В таком восторге и считают, что это одно из самых эффективных средств для оказания экстренной помощи. Не дай бог, конечно, военные конфликты. Будем надеяться, что Россия не ввяжется ни в один из военных конфликтов. Но у нас хватает своих техногенных катастроф сейчас. Всегда где-то... А уж про транспортные катастрофы я не говорю. Их такое количество. При наших безобразиях на дорогах, что, конечно, перфторан сегодня оказывается довольно эффективным средством. Но основной все-таки рынок его, это как терапевтический препарат сейчас для вот таких малых расфасовках, для того, чтобы лечить, улучшать микроциркуляцию. Население стареет, а раз население стареет, то его надо лечить. Более 100 лет гемотрансфузия, как когда-то кровопускание, считалась почти панацеей. Сегодня цельная донорская кровь практически не используется. Берутся только ее компоненты. Тем не менее, современный мир нуждается в донорской крови, как никогда раньше. Военные конфликты, техногенные катастрофы, серьезные дорожно-транспортные происшествия, стихийные бедствия. Для этого необходимо примерно 60 миллионов переливаний в год. Одной только России требуется ежегодно 1 миллион литров донорской крови. Из истории вопроса. В начале 20 века были открыты 4 группы крови. С этого момента начался новый этап в науке гемотрансфузии, переливание совместимой крови. Первым, кто применил учения о группах крови на практике, был американский хирург Джордж Крайл. В 1907 году он провел 61 успешное переливание совместимой крови. В 1919 году русские ученые Владимир Шамов и Аким Петров и Николай Еланский создали стандартные методики для определения групп крови. В 1996 году препарат перфторан был разрешен для медицинского применения. В 1998 экспертная комиссия, созданная главным военно-медицинским управлением Министерства обороны России, рекомендовала перфторан для использования в армии. А еще через год, в 1999 профессор Феликс Федорович Белоярцев стал лауреатом премии правительства Российской Федерации. Посмертно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»